здравствуйте дорогие мои друзья недавно я разместила пост про японский метод растяжки позвоночника и он вызвал много вопросов у вас я так думала что о нем уже знают все но оказалось не все иногда я его использую в своих тренировках и хочу показать как правильно его использовать безопасно вообще сразу начну с того что во многих я посмотрела в интернете много пишут что это способ похудейки я сразу вам скажу нет это неправда вообще японский доктор он этот метод метод просто для расти как изобрел можно сказать для растяжение позвоночника чтобы растянуть его я говорю вам сейчас очень просто чтобы вы поняли чтобы у вас не было до мысли какого-то что вау это такой способ и его я сейчас полежу и я похудею во первых этого не будет сто процента я рассказываю техническую часть этого вопроса чтобы у вас не было заблуждений на этот счет вам этот метод даст растяжку позвоночника потому что с возрастом у нас вот так сужается поэтому и говорят к низу человек растет он не к низу растет у него просто идет смещение кости выпирают ребра опять же упирает почему талия становится шире с возрастом и опять же говорит что этот метод уменьшает от алина худеют в талии он люди не худеют в талии там просто после после этого вернее не после этого метода а когда применяешь этот метод кости становится на месте и органы малого таза тоже которые кости малого таза органы малого таза они становятся на свое исконное место то есть как были и искажение уходит выравнивается позвоночник но уходит блоки которые формируются в легких происходит на тоже хорошее явление то есть дыхание становится тоже более такой наполненная да и только прелести кровообращение конечно улучшается из-за этого уходит головные боли вот что происходит на самом деле этот валик можно применять в трех точках под спиной я вам сейчас буду показывать сразу чтобы вам было понятно во первых какой валик валик можно любой полотенце взять скатали плотненько вот как я вам сейчас катала такой полотенце я его подкладываю под голову оно должно быть чуть шире того места где вы его подкладывать например под шею видите шире шире вот я этот валик подкладываю под шею не меньше где-то не больше не меньше пяти сантиметров для новичков смотрите обязательно новичкам внимание больше пяти сантиметров не используйте будет болезненное явление показываю сначала вы присаживайтесь покажу на этом валике такое полотенце если например для поясничного отдела она у вас ну прям для девочек покажу что вопрос больше не было девочки но вот такое по ширине чтобы было вот по ширине чтобы она у вас всю поясницу вы могли уложить аккуратно укладываемся укладываемся так чтобы у вас смотрите валик был напротив пупка поняли напротив пупка валик вытягиваем ноги раздвигаем на ширине чуть-чуть на ширине плеч немного не широко на ширине плеч пальчики на ногах но так скрещены большие пальцы совмещаем что происходит руками руки вот берем сначала вот так делаем мы пальчиками сделали и подняли вверх ладонями прикоснулись к полу но смотрите это у меня я прикоснулась полу потому что у меня нет блоков никаких блоков нет спине и я спокойно могу лежать пять минут новички конечно не лежат пять минут вам хотя бы одну минутку полежать в это время когда вы улеглись вам надо максимально расслабиться смотреть не по сторонам а вверх смотрите вверх и начинаете потихоньку руками тянуться вверх ногами вниз зафиксировали и расслабились обязательно вам необходимо расслабление почувствовать только тогда будет растяжение идти позвоночника если вы чувствуете что вы зажаты вы себя прям уговариваете давай расслабимся давай расслабимся или выдыхайте то место вдох и выдохнули в то место где вы чувствуете расслаблен зажатость блок когда почувствовать расслабление все за за и и будьте в этом положении столько сколько вам комфортно затем вы потихоньку заметьте внимание девочки внимание 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 из этого положения вы выходите очень грамотно вы сначала ноги руки расслабляете почувствовали расслабление и потом очень медленно поднимаете ноги сжимаете руки укладываетесь навык полежали несколько секунд почувствовали что вам хорошо и только тогда вы очень медленно встаете очень медленно это безопасно если вы встанете попробуйте стать резко вы почувствуете боль медленно входите лежите сколько можете и потом медленно крайне медленно выходите это обязательно это мера предосторожности можно делать в трех местах такой валик если вы смотрите кладете под поясницу что у вас происходит растяжение идет поясничного отдела и у вас ребра расширяются они они становятся на свое место они как вниз чуть-чуть уходят растяжение и чуть вниз далее мы можем использовать под шею под шею мне это мало под шею вот таким образом под шею ложимся и точно также лежим старайтесь под шею девочки и мальчики под седьмой позвонок то есть не вверх не вверх не в середине а к низу к плечам поближе смотрите точно вверх окей дальше вы можете положить это приспособление чудесная под грудь то есть укладываем все так руками обозначили валик под лопатки также пальчиками вниз-вверх потянулись и зафиксировали настолько насколько возможно потихоньку вытягиваете это будет не сразу но вы будете чувствовать что у вас растяжение идет прям укладывайте ноги вниз я сейчас говорю и у меня напряжение идет в ногах а когда молчишь и дышишь правильно то возникает такое спокойное расслабление зафиксировали и также подтянули ноги улыбнулись себе и потихоньку стали какие были вопросы ну вопросы конечно по толщине валика но здесь вы под себя все делаете какой валик нужен это только вам могу только сказать чтобы он был плотный вы поплотнее его скатывайте чтобы его ощущали чтобы не было такого что вы положили и его не чувствуете большой толщины не делайте этого во вторых затем смотрите вопрос был можно ли детям берите ответственность на себя если вы хотите чтобы у ребенка была например осанка хорошая если вы для осанки у детей сейчас не у всех хорошие осанки то пожалуйста под вашим контролем может быть и если вы возьмете ответственность на себя сами сначала попробуйте сами выровняйте свою поясницу грудной отдел шеи мятил почувствуйте что для вас это безопасно что вы выросли на несколько сантиметров что у вас стали стала более явно выражена почему говорят похуде человек худеет он не худеет от этого метода никак не может он похудеть просто-напросто жир перераспределяется кости становится на исконное место и перераспределение идет жировой ткани и создаются ощущение что на тело как будто подтягивается вот и все но если вы хотите построить то здесь необходима физическая нагрузка обязательно дыхание физическая нагрузка этот метод не для похудения этот метод для улучшения осанки для растяжения позвоночника всех отделов позвоночника и если у вас какие-то есть проблемы серьезные позвоночника связанные с позвоночником то опять же принимайте для себя решение этот метод вы берете метод и принимаете для себя решение я его беру или нет кто вам даст разрешение это же ваше тело вы принимаете метод и используете его вот и все я его приняла использую и вы видите что позвоночник у меня достойном виде чего и вам желаю будьте молоды и здоровы всего вам доброго с вами как всегда я ольга мира подписывайтесь на мой канал